Встретились на развилке две дороги, узкая и широкая. Широкая говорит, посмотри на кого ты похожа. Ты в острых камнях, колдобинах, ты посмотри на меня. Я красивая, гладкая, вдоль меня кафе, рестораны, вилы. Сказала, вздохнула и замолчала. Что-то вдруг замолчала, спросила ее узкая дорога. Ведь тебе хорошо живется, хорошо-то хорошо, да только в конце меня пропасть. Бездонная, черная, мрачная. Люди даже не подозревают о ней, а те, что знают, только отмахиваются. Я боюсь однажды сползти в нее. Ну а ты как живешь? Трудно, вздохнула узкая дорога. И тем, кто по мне идет в гору, им нелегко. Но в конце моего пути, уже там, на горе, они такие все светлые, радостные, счастливые. И я больше всего хочу там оказаться. Поговорили дороги и разошлись в разные стороны. А на развилке дорог человек остался, который все это слышал. И вот что странно. До сих пор там стоит, еще думает, на какую ему свернуть дорогу. Да. Это вот концовка меня, конечно. Это то, что есть перед людьми. Да, вот это вот меня сразу вызывает у меня вопрос. Почему человек не идет по узкой дороге? Он же слышит, что там в конце рай. Допустим, слышит. Это будет где-то потом, когда-то. А сейчас перед ним шикарная дорога. А это в Колдобинах, да? Да. И он спокойно по ней идет. Может присесть у любого заведения, там ресторана или кафе. Перекусить, отдохнуть и пойти дальше. Так вы говорите, и хочется идти по этой дороге, на самом деле. По такой. Конечно. Такой. Так нас и завлекает жизнь. Да. Тут, конечно, человек стоит, не знает, куда идти. То есть он слышит это размышление дорог. В конце одной ад, в конце другой рай. И все равно он никуда не идет. Вот это вот на разрыв какой-то. Он не знает, куда идти. Это ежесекундное наше ощущение. Вот это вот интересно. То есть эти дороги, это не просто я стою и сейчас решаю. Это я все время нахожу. Все время нахожусь в них. Ой-ой-ой. Я все время на перепутье дорог? Да. Каждое мгновение. Как же я решаю все-таки? Скажите мне, пожалуйста, по какой идти? Ты ничего не решаешь. Ничего не решаешь. Все решается свыше. И тебя ведут, как надо вести. И это уже заранее известно и предначертано. Так что главное согласиться с этим. Не переживать. Соединиться с Творцом, который все это делает. И он тебя доведет за ручку, куда надо. А ты послушно только исправляй себя. То есть будь в каждое мгновение согласен с ним. То есть так или иначе я останавливаюсь на эти развилки на какое-то мгновение или на какое-то время. И дальше должен согласиться с ним и пойти, куда он меня, грубо говоря, направляет. Да. Это называется, куда сердце ведет, да? Ну, так говорится, это по определению прямой линии. Прямой линии называется как бы кривая в каждой точке, которая происходит перегиб. Да, это я не знал, честно говоря. У меня еще с первых классов было это две точки, и между ними можно провести прямую. Да нет, а вот прямую ты не можешь провести. Вот ты не знаешь последнюю точку. Но в каждой точке ты совершаешь поворот. И поэтому получается прямая линия. Ну, смотрите, я в этом деле не доучился. Вот скажите мне, пожалуйста, то есть человек не выбирает свою дорогу, вы так говорите, не выбирает. Правильно? За него выбирает ее Творец. И вот все время проводите эту линию «Согласиться с Творцом». Да. Вот все последние наши встречи и вообще «Согласиться с Творцом». Да. Это что вот, от чего я соглашаюсь? От усталости, от мудрости? Чего тут больше? Можно за вас спросить? Да потому что это единственный верный вариант. Я не настраиваю себя на что-то сверхъестественное. Я не принимаю никаких особых решений. Я хочу просто в согласии с Творцом плыть по течению жизни, потому что она изначально выше меня. Понятно. Как все-таки к этой мудрости прийти? Мы все-таки все время что-то выбираем. Ну, тогда будь революционером, пожалуйста. Ну, уже видно, что это дело провальное. Революция настоящая – это когда я соглашаюсь? Это когда ты соглашаешься с Творцом. Это настоящая революция? Да. Просто это против твоей природы. Это все-таки против природы, да? Конечно. Это и есть подняться над своей природой? Да. Наша жизнь – это борьба с собственным эгоизмом, борьба с тем, что нам хотелось бы. И поэтому только такой подход, он на самом деле разумный. Понятно. То есть в нас живет «я решаю», да? А переворот – это ты решаешь, а не я решаю. Поэтому надо подпрыгнуть, ухватиться за Творца и таким образом лететь вперед. Ну, последний тогда вопрос. Творец, за которого я должен ухватиться, что это? Это природа. Всего-всего мироздания – великая сила, мудрейшая сила, которая все это крутит. И мы – маленькие частички в ней. И действительно нам дано осознать, что выше нас есть что-то, которое нами управляет. Согласиться с тем, что он управляет, в этом заключается наша мудрость, если мы ее сможем раскрыть. А вот эта добавка, которую вы все время говорите, что это добро, это добро, вот это, вот с этим, по-моему, сложнее всего согласиться. Если он управляет, и нет никого, кроме него, то что же нам остается? Самое разумное нам, чему мы должны следовать, это подчиниться ему. Подчиниться не от слабости, а от разумности. Понятно. И тогда автоматически я понимаю, что это к добру я двигаюсь, что мне идут. Да, и тогда к добру мы будем двигаться. Субтитры создавал DimaTorzok